Всем здравствуйте! Меня зовут Наталья Невзорова. Сегодня у нас проходила серия мастер-классов по декоративному макияжу. И сейчас я вам расскажу о продуктах, которые мы использовали сегодня на мастер-классах. Ну, самый первый продукт, который мы используем всегда для снятия макияжа, это средство два в одном. Оно и снимает макияж, и тонизирует кожу после снятия макияжа. То есть, ну, можно сказать, что содержит в себе и очищающее средство, и тоник. Это средство с экстрактом василька, которое очень хорошо успокаивает кожу. И очень удобно это средство брать с собой в дорогу, потому что, как я уже говорила, оно содержит два компонента, и очищающий, и тонизирующий. После того, как мы нанесли средство и очистили кожу, мы использовали вот такой крем дневной для лица. Это крем из серии Optimal с кислородом. Что он делает? Очень хорошо увлажняет кожу. Он очень легкий по текстуре, если мы посмотрим. Быстро впитывается, не оставляет жирного блеска на лице. И рекомендуется всем возрастам, всем, независимо и от типа кожи. И этот крем рекомендуется еще людям, кто хочет изменить свой цвет лица, то есть улучшить свой цвет лица. Обычно это те люди, которые в ночной смене работают, и которые, может быть, недостаточно высыпаются. И еще третье средство, которое мы наносили, это тональная основа Джонни Голд из серии Adaptive. Мы взяли слоновую кость, тон, которая подходит для многих тем, что незаметно практически на лице. То есть наша задача была добиться того, чтобы тональный крем, так как мы макияж делали молодым девчонкам, был незаметен совсем на лице. И эта тональная основа хороша еще тем, что она подстраивается под цвет кожи. Очень легко она носится, очень легкая, причем наносили мы ее вот такой вот специальной кистью, очень удобная. Эта кисть плоская, если вы видите. И ей удобно наносить не только тональной основы, но можно и даже наносить кремы, можно наносить масочки для лица. Эта кисть у нас из набора специального кистей, которую можно приобрести по каталогу. После того, как мы подготовили лицо уже к нанесению декоративного макияжа, мы использовали вот такие два варианта теней. Это серия Джордани Голд, запеченные тени. Причем обратите внимание, что один вариант у нас идет теплый оттенок, а вот это вот уже вариант холодного оттенка идет. И все зависит от цвета глаз. То есть у одной модели у нас цвет глаз был голубой, мы наносили ей холодный оттенок теней, а у второй модели цвет глаз был теплого оттенка, мы наносили ей вот этот зеленый цвет. Каким образом красили? Используя кисть для нанесения теней, значит, наносили светлую базу на все века и затем выделяли уголок глаза уже темным оттенком. Есть у нас вот еще такие кисти с аппликаторами. Видите, аппликатор очень удобен именно для нанесения теней. И вот с другой стороны кисть, она уже для растушевки идет. После теней нам нужно было скорректировать глаз карандашами. И для одной модели мы использовали вот такой карандаш Giordani Gold зеленого цвета. Причем с обратной стороны есть вот такой аппликатор для растушевки, что очень удобно и не надо пользоваться кистью, специально покупать кисть. А для второй модели мы использовали вот такой вот карандаш. Это карандаш устойчивый очень. Карандаш тени, его можно использовать и как тени, и можно использовать как подводку для глаз. Причем острый кончик позволяет провести линию абсолютно любой толщины. Еще карандаш, который мы использовали для одной из моделей, это вот видите такой бесцветный телесного цвета карандаш, для того чтобы выделить вот внутренний уголок глаза, для того чтобы придать глазу большую выразительность. И точно так же этот карандаш мы использовали как подводка для губ, потому что сейчас в последнее время очень модно использовать светлый оттенок, такой светло-бежевый, для подводки для губ, чтобы придать губам больший объем. И сделать такой немножко нестандартный контур. После того, как глаза мы накрасили тенями, мы использовали два варианта туши. Первая тушь для девушки с холодным оттенком глаз, причем видите, очень такая красивого, василькового цвета идет она, с пластиковой кисточкой, но тушь очень хорошо смотрелась на глазах, очень хорошо разделяла реснички. И вот даже девушка у нас приобрела впоследствии, после мастер-класса, эти туши. Ну и для второй модели мы использовали вот такой вот цвет туши, зеленого оттенка, ну потому что девчонки молодые, и сейчас лето, и мы решили поэкспериментировать. Это тушь из серии Very Me, и сейчас как раз она есть у нас в каталогах. После того, как мы накрасили глаза, мы перешли к румянам. Румяна придают лицу формы определенные, дают коррекцию, и можно смоделировать даже овал лица. Для наших моделей мы использовали вариант вот такой румян, это натуральный оттенок из серии Giordani Gold, и использовали вот такую кисть, причем могу вам сказать, что этой кисти уже практически 10 лет, причем она сейчас мало изменилась. Точно такую же кисть сейчас можно купить по каталогам. Она идет в таком специальном металлическом футляре, и для чего это нужно? Можно регулировать жесткость кисти. То есть, когда вы поднимаете вверх футляр, кисть становится более жесткой, потому что ворсинки короткие, а когда вы опускаете вниз, она становится более пушистой. Поэтому она и называется кисть для пудры и румян, потому что для румян мы используем кисть более жесткую, а для пудры мы используем кисть более мягкую. И очень удобно закрывать клопочком эту кисть и удобно носить в сумочке ее с собой. Поэтому вот такую кисть, каким образом мы это делали, значит, мы как правильно пользоваться румянами, то есть мы вот таким образом набирали румян на кисть, потом встряхивали их и наносили уже на лицо. Нужное количество. Причем вот эти шариковые румяна еще чем хороши, их можно наносить не только на область скул, но еще и моделировать подбородок, наносить чуть-чуть на носик, на лоб. Пуховка, которая входит в комплект румян, она не предназначена для нанесения румян, это просто для того, чтобы закрыть румяна и не пачкать зеркальце. После того, как мы нанесли румяна, хотя правильнее сначала наносить пудру на лице, а потом уже наносить румяна. Ну вот мы сделали наоборот. Мы пользовались вот такой пудрой. Обратите внимание, что она такая белого цвета, как крахмал, но на самом деле эта пудра обладает очень хорошими матирующими свойствами и еще она практически незаметна на лице. Почему? Потому что она прозрачного оттенка. То есть, несмотря на то, что цвет пудры белый, если я сейчас вам покажу, как правильно пользоваться пудрой, значит, вот все рассыпчатые пудры, они находятся у нас в таких закручивающихся флаконах, баночках. Как правильно пользоваться пудрой? Значит, вы встряхиваете баночку и берете пудру с крышки. То есть, все, что у вас осталось на крышке, вы кистью таким образом набираете на кисть, встряхиваете ее и наносите уже на ту поверхность, на которую вы хотите нанести. Ну, естественно, это поверхность лица. И таким образом, если вам недостаточно было пудры, вы еще раз можете встряхнуть и еще раз взять с крышки излишки. Для чего это нужно? Для того, чтобы сюда не... Значит, для того, чтобы в этой области не пользоваться кистью, для того, чтобы туда не попадала пыль, вот мы берем все, что у нас требуется, все берем с крышки. После припудривания мы приступили к губам. Как я уже говорила, что мы сделали подводку вот таким белым карандашом, светлым, такой светло-бежевый оттенок и нанесли вот такой блеск для губ Giordani Gold. Что самое интересное, если вы обратите внимание, блеск для губ очень-очень яркий здесь во флаконе, а на самом деле при нанесении он дает очень-очень прозрачный оттенок. Он не будет таким ярким на губах. Если вы хотите скорректировать блеск для губ, для того, чтобы он был поярче, вам нужно взять просто контурный карандаш поярче. И прорисовав контур губ контурным карандашом, вы заштриховываете губы контурным карандашом и наносите сверху блеск. Тогда он у вас будет иметь яркий оттенок. А если вы хотите прозрачный оттенок, то достаточно пользоваться бесцветным карандашом для блеска или вот таким вот интересным карандашом, или взять карандаш под цвет губ натуральный. Ну и второй модели мы наносили бальзам для губ, вот такое вот специальное смягчающее средство, потому что у нее губки очень сильно шелушились, и мы решили немножко их подлечить. Вот этот бальзам содержит пчелиный воск, который хорошо смягчает все сухие участки тела, и его удобно наносить не только на губы, но и можно кутикулу, и можно локти. И вот даже совсем недавно прочитала, что можно даже использовать для лечения и восстановления кончиков волос. Когда вы моете голову, вы можете нанести его на кончики волос на какое-то время, и потом смыть уже шампунем. Еще мы делали коррекцию бровей для наших моделей и использовали вот такой набор для коррекции бровей, и кисть. Хотя в этот набор входят кисти, сейчас я вам их покажу, вот здесь есть специальный такой футляр, который отодвигается, и есть две кисточки. Одна кисть идет для нанесения теней, а вторая идет для воска. Значит, здесь три варианта, вы видите, это темные тени для брюнеток, для блондинок светлый оттенок, потому что если блондинки будут красить брови вот таким цветом, это будет очень-очень ярко. Поэтому для блондинок и для светловолосых вот такой оттенок, и есть еще воск специальный. Так, каким образом делается коррекция бровей? Сначала мы расчесываем брови вот такой кистью специальной, щеточкой, затем мы берем оттенок, но я красила вот этой кистью, мне она больше нравится, чем вот эти маленькие короткие, потому что короткие не очень удобно держать. Вот эта кисть, она тоже плоская, и очень хорошо прокрашивает бровки, очень легко. А вообще, обращайте внимание, что кисть для бровей должна быть со скошенным концом. Вот, посмотрите, видите, ей удобно будет корректировать форму, нарисовать линию роста бровей. Ну, и я брала для одной модели вот такой оттенок, для второй модели брала темный. Вот этой кистью прорисовывала бровь, ну, а затем я брала уже вот эту кисть светлую для воска. Таким образом наносила воск на кисть и закрепляла линию роста бровей. Набор удобно очень тоже с собой носить, в сумочке. Хорошо складывается. Ну, вот, в принципе, все, что мы сегодня использовали в макияже, можно найти в нашем каталоге. А сейчас я с вами прощаюсь. С вами была Наталья Невзорова. Ищите нас в интернете на сайте ori-kotlas.ru Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok